Что лучше всего съесть на завтрак и как при этом не только не навредить своему здоровью, но и сохранить его. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская и на этом канале мы учимся с вами избавляться от патологии, диагнозов и состояний при помощи нутрициологии, грубо говоря, лечимся едой. И как раз сегодня мы будем с вами говорить о том, какие завтраки точно не прибавляют вам здоровья, мало того, они разрушают вас изнутри, забирают ваше здоровье, делают вас апатичными, вялыми, толстыми, неэнергичными, больными. Итак, первое место я бы отдала быстро завариваемым кашам. Поставьте, пожалуйста, лайк, кто хоть раз ел вот эти каши из пакетиков. Во-первых, сами по себе это простые углеводы, обработанные, которые моментально всасываются в кровь, задирают инсулин, через буквально 2 часа после них мы хотим есть, но мало того, их еще дополнительно снабжают сахаром. Какой вред от таких каш? Это нутритивно неплотный продукт, то есть там нет никакой питательной ценности для вашего организма. И наверняка вы думаете, так, все, на эти каши в магазине больше не смотрю, которые вот эти 2-х минуточки. Но если мы говорим с вами про полезный и неполезный продукт, то овсянка, например. Сам по себе продукт полезный, но если мы говорим про цельнозерновую овсянку, которую надо замочить на ночь, а потом еще поварить минут 40. Либо мы говорим, например, про геркулес. Это уже обработанные промышленно зерна овсянки, которые достаточно быстро варятся, и это уже простой углевод, который будет ломать ваш организм. Цельная овсянка периодически может оставаться в ваших завтраках, но сдобренная сливочным маслом. И следом за кашами быстрого приготовления отправляются у нас мюсли, хлопья, особенно которые заливаются молоком. Это также простые углеводы, которые также с добавками, консервантами, усилителями вкуса и сахарами. И, конечно, нутритивной плотности в таком завтраке нет. Это простой углевод, который мгновенно всасывается, поднимает инсулин. Через 2 часа вы опять хотите есть. То есть пользы нет. Если мы не едим на завтрак каши, то что же мы едим? Какие продукты действительно нутритивно плотные? И здесь, пожалуй, давайте поговорим про яичницу на завтрак. Если мы говорим про яйца, то это очень хороший продукт, и мы о них тоже снимали ролик. Этот ролик посмотреть вы можете по подсказке вверху экрана. Но если мы говорим про яйца, то здесь важен способ приготовления яиц. И если это зажаренная яичница, в которую вы еще копченые колбасы, например, добавили, то однозначно нет. А если, например, это яйцо пашот, или, например, омлет с овощами и зеленью, то почему бы и нет? То есть яйца не надо зажаривать до синюшного желтка и до золотистой корочки на белке. И тогда это вполне себе хороший полезный завтрак. Свежевыжатые соки – это фруктозная бомба для вашего организма. Очень много фруктозы, которая тоже ломает ваш организм, в частности, нагружает вашу печень и приводит к жировому неалкогольному гепатозу печени. В смузи хотя бы есть клетчатка, которая как-то снизит этот эффект. В свежевыжатых соках клетчатки нет, абсолютное зло. Но у смузи фруктового есть альтернатива. Это может быть, например, зеленый смузи, в котором вы добавляете много зелени, авокадо, например. И тогда такой смузи, если ваш кишечник принимает такое количество зелени и в нем нет проблем, то тогда зеленый смузи будет вам на пользу. Завтрак – это очень важный прием пищи, который помимо того, что он насыщает нас на весь день, он задает как бы энергетический баланс в организме. И поэтому есть такие вещи, которые будут прибавлять вам здоровье, либо возвращать его, либо вы будете оставаться здоровыми. А есть такие вещи, которые наоборот будут разрушать ваше здоровье. И вот для того, чтобы понимать, что можно, что нельзя, что вредно, что полезно, для этого я записала 4 бесплатных видеоурока, которые вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Эти уроки абсолютно бесплатные, переходите, смотрите, пользуйтесь. Следующий продукт – это манная каша. Как ни удивительно, но она до сих пор продолжает оставаться в рационе некоторых людей или даже детских садов. Манная каша – абсолютно бесполезный продукт. Она наполняет желудок, растягивает его стенки, но при этом не имеет никакой питательной ценности. Это тоже простой углевод, который поднимает инсулин и приводит к нечувствительности наших клеток к инсулину. А следовательно, вся остальная еда, если вы злоупотребляете такими продуктами, как манная каша, тоже не будет полезна для вашего организма, потому что углеводный обмен уже будет нарушен. Ну и, пожалуй, не могу не сказать про выпечку, конечно же. Это любимый всеми продукт, мной тоже. Стараюсь избегать этого продукта, периодически только позволяя себе. Периодически это не чаще, чем раз в месяц. Чем плохо этот продукт? Тем, что здесь у нас одновременно встречается пшеничная мука, обычно высшего сорта, а это глютен. Здесь у нас встречается сахар, а это вы знаете, это определенный токсин для организма. И здесь у нас встречаются трансжиры. И вот в таком соотношении мы ломаем организм сразу по трем фронтам. Поэтому выпечка это то, что не несет нутритивной плотности. Выпечка это то, что ломает ваш организм изнутри и поджелудочную железу, и кишечник, и желудок, и печень нагружает. И вы опять хотите есть после выпечки буквально через 2 часа. То есть насыщение организму такой завтрак не даст. Да, мы, конечно, любим позавтракать, например, круассаном или свежеиспеченной какой-то булочкой. Но нам надо с вами помнить, что если нам дорога наша гормональная система, если нам дорог наш вес и внешний вид, и молодость, и красота, то, конечно, таких завтраков надо избегать. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы предпочитаете готовить на завтрак. И помните, пожалуйста, что завтрак это основной прием пищи. Помните, да, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Потому что именно от того, как мы завтракаем, зависит энергия на весь наш день. Зависит, будем ли мы переедать, будем ли мы набирать вес, сколько у нас будет энергии на завтрашний день, как пройдет детокс ночью. То есть очень много на самом деле зависит от завтрака. Поэтому пренебрегать этим приемом пищи точно не стоит. И наполнять его этими продуктами, про которые мы сейчас говорили, точно не стоит. Если это видео было вам полезным, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на наш канал. И будем вместе с вами продолжать приближать к себе здоровье и отдалять от себя самые неприятные диагнозы. А с вами была Марина Жигульская из Школы Здоровья и Ресурсов. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...